Открыть парикмахерскую, автомастерскую, павильон по ремонту обуви или одежды. Казалось бы, обычная мечта предпринимателя, желающего иметь свой бизнес. И вроде бы свидетельство о регистрации на руках и справка из фонда соцзащиты. Помещение подобрано и укомплектован штат. Однако для предпринимателя, знающего законодательство, вышеперечисленные условия – еще не полное основание для того, чтобы начинать и развивать свою деятельность. Одним из важных элементов, дающих возможность работать, является внесение данных фирмы или организации в республиканский реестр бытовых услуг. В первую очередь, на сегодняшний день, это как республиканская база данных всех субъектов хозяйствения, которые оказывают бытовые услуги по республике. На сегодняшний день одна из первых статистических функций – посмотреть, сколько занимается. И в дальнейшем смотреть, кого не хватает, где нужно районы менее охвачены бытовыми услугами, более, что нужно развивать. Также в дальнейшем это будет и для учебных учреждений информация, какие специальности более востребованы, менее востребованы, что требуется, каких специалистов необходимо подготавливать. Реестр как информационный ресурс – проект, призванный объединить данные о предпринимателях, занятых в сфере оказания услуг населению. Создание базы началось в 2014 году, когда в силу вступил указ главы государства о создании государственного информационного ресурса. Согласно решению зарегистрировать свою деятельность, руководители существующих на тот момент предприятий обязаны были до 1 июня 2015 года. В противном случае потенциальному нарушителю грозил штраф с конфискацией дохода. К сожалению, таковых случаев избежать не удалось. Однако позитивной была и остается другая, кардинально противоположная тенденция. База пополняется практически ежедневно. В целом за прошлый год порядка тысячи субъектов хозяйствования внесли сведения в Реестр Работовых Услуг Республики Беларусь. В этом году работа продолжается. И уже за три месяца тоже около двухсот субъектов подали заявление в реестр. Многие субъекты хозяйствования Бреста уже прописались в новой базе, так как считают эту меру необходимой, причем как в собственных интересах, так и в интересах своих работников. Желая продолжить свое в буквальном смысле ювелирное ремесло, начатое более полувека назад, руководство сети парикмахерских локон также подключилось к реализации инициативы. Здесь заинтересованы в том, чтобы и дело развивалось, и сохранялись кадры, некоторые из которых отдали работе на этом предприятии большую часть своей жизни. Так как это предписано в первую очередь законом, и мы посчитали нужным, если мы уже даем людям официальную работу, а нашим клиентам достойное обслуживание, то это была просто необходимость. Там ничего сложного не было, как наш, можно так сказать, штат сотрудников. У нас же работают не только, допустим, директоры, бюджетеры, у нас есть юристы, у нас есть консультанты. Информация о появлении реестра бытовых услуг в некотором смысле встревожила индивидуальных предпринимателей. Однако волнения оказались ложными. Заполнение необходимых бумаг занимает не больше 20 минут. И, что немаловажно, процедура совершенно бесплатная. Резюмируем. Следуя установкам законодателя, интересуясь актуальными нововведениями и режимами, можно развивать бизнес, не беспокоясь за свой завтрашний день. Продолжение следует...